Традиции с Сергеем Михеевым Традиции с Сергеем Михеевым Традиции с Сергеем Михеевым Что такое, в принципе, классика? Это произведения классические, которые опередили, можно сказать, свое время, и классические тексты, они у каждого поколения вызывают новые ассоциации, и, безусловно, в наши дни Гоголь продолжает оставаться невероятно актуальным. Каждое поколение, повторюсь, по-своему воспринимает его произведения, и если говорить, в принципе, о том, что сделал Гоголь для культуры, для литературы, в частности, множество можно вспомнить крылатых выражений, которые из его произведений вошли в наш язык, в нашу культуру, но что-то приходит сразу на ум. Например, фраза «Какой же русский не любит быстрой езды?» или же «Начало ревизора» «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие, к нам едет ревизор». Это только то, что сейчас мне пришло в голову. На самом деле этих крылатых выражений очень и очень много, и, конечно же, горе от ума Грибоедова обогатило русский язык подобными фразами, но и гоголевское наследие тоже огромное, есть словари крылатых выражений, и мне кажется, что еще далеко не все гоголевские фразы весьма любопытные, может быть, некоторые цитаты мы еще сегодня во время беседы приведем, пополнили этот список крылатых выражений. Но, помимо прочего, безусловно, Николай Васильевич очень важен еще как писатель духовный, и сегодня в наши дни как раз возвращается, мне кажется, интерес к этому, в том числе в книге «Выбранные места из переписки с друзьями», которая была в свое время не очень положительно, мягко говоря, встречена с современниками, но, тем не менее, именно сейчас, наверное, она наиболее актуальна. Также хочется немного сказать о Гоголе за рубежом. Произведения его переведены на многие языки мира, в частности, ставятся по ним спектакли, есть зарубежная экранизация его произведений, так что в любом случае Гоголь – персона, которая находится на слуху у читателей и почитателей его таланта по всему миру. Вот вы сказали как раз о книжке «Избранные места из переписки». Для меня тоже важно его последнее произведение, как раз, так сказать, о литургии. Для многих, я думаю, наших слушателей, потому что у нас много слушателей старшего поколения, да? Вот эта трактовка его биографии, она осталась в таком советско-христоматийном духе. Вот, мол, как бы написал он «Мертвые души» галерею портретов, как бы вот этого, деградации, скажем так, да, якобы российского дворянства. Хотя, я думаю, что Гоголь был гораздо сложнее. А к концу дней своих начал какую-то ерунду писать, в общем, как это говорили, увлекся мистицизмом нездоровым, ну и вообще чуть ли его там не списывали в сумасшедшее. Вот сегодняшний взгляд, да, на его судьбу, на развитие его и творческой, в том числе, биографии. Да, безусловно, распространено такое мнение, что Гоголь был великим сатириком, бичевателем пороков, а потом вдруг в какой-то момент резко изменил своим взглядом, о чём Белинский, кстати говоря, писал в своём письме к Гоголю. Но сам Николай Васильевич всегда подчёркивал, что он, собственно, от своего взгляда на мир, от духовности никогда не отходил, он всегда воспринимал мир именно так. Другое дело, что как раз с выбранными местами стоит разобраться, как раз, опять же, в контексте поэмы «Мёртвые души». Если вспомнить это произведение, то там Гоголь показал людей действительно не очень приятных, всех этих помещиков, Плюшкина, Манилова, Сопотевича. И как раз-таки в выбранных местах в статье «Четыре письма к разным лицам по поводу мёртвых душ» Николай Васильевич ещё упоминал очень важную деталь, что ему было важно в этом произведении показать людей ничтожных и пошлых. Причём под пошлостью в XIX столетии понималось совсем другое значение, нежели мы подразумеваем сейчас. Это обыденность, причём бездуховная обыденность. Такая рутина, которая совершенно человека от каких-то тем, связанных с духовностью, с божественным, отводит. И поэтому такие герои были важны Гоголю, чтобы людям показать как раз-таки антипримеры. Но у Гоголя была мечта во втором и в третьем томах «Мёртвых душ» уже явить миру персонажей положительных, причём практически идеальных, таких, на которых читатель сможет равняться. И другое дело, что как раз-таки, если говорить о теме сожжений, может быть, мы к ней ещё вернёмся, Гоголь же уничтожил первый вариант второго тома «Мёртвых душ», это случилось, вероятнее всего, в 1845 году. И в этом тексте он как раз и мечтал изобразить тех самых положительных персонажей, но с идеальными героями бывает очень сложно, в них тяжело поверить. И Гоголь очень строго относился к себе. И, возможно, вот эта книга «Выбранные места из переписки с друзьями» должна была стать своеобразным мостиком от первого ко второму и третьему томам «Мёртвых душ». И Николай Васильевич по поводу как раз первого сожжения указывал, что нельзя явить прекрасное людям, не показав сперва путей дорог к этому прекрасному. И как раз-таки в этой книге в «Выбранных местах» он, можно сказать, читателю раскрыл свою душу, показал свои истинные взгляды на различные проблемы, в том числе и духовные. Так или иначе, из-за подобного восприятия, связанного с сумасшествием, Гоголя стали воспринимать очень и очень неоднозначно. И как раз-таки именно эта деталь Гоголя и задела. Потому что письмо Белинского, оно достаточно эмоциональным получилось, как раз по поводу «Выбранных мест». И Гоголь впоследствии подчеркивал, что нельзя только по одному произведению судить, в принципе, о психическом состоянии человека. Это просто невежественно с его точки зрения. И если нужно еще говорить о здоровье Гоголя психическом, о восприятии его как человека, который мог восприниматься как умолешенный, действительно, после выхода произведения даже его друзья отчасти от него отвернулись, в том числе Сергей Тимофеевич Аксаков. Но на самом деле предпосылок к этому, опять же, не было никаких. Когда в гостях у Гоголя оказался Иван Сергеевич Тургенев, то он, беседуя с Гоголем, конечно, сделал для себя ряд выводов. Тургеневу не нравились однозначно выбранные места из переписки с друзьями. Но при этом в своих воспоминаниях он подчеркнул, что человек был абсолютно нормальным, просто с иным, совершенно противоположным взглядом на мир, который тоже, тем не менее, можно принять. Стоит еще привести одно воспоминание Григория Петровича Данилевского. Это автор исторических романов, который в молодом возрасте познакомился с Гоголем. И вот как раз это знакомство пришлось на время, когда Гоголя воспринимали таким чудаком, странным человеком, и как раз-таки Данилевского предупреждали, что нужно иметь это в виду. Однако, когда состоялась, наконец, эта долгожданная встреча, то Данилевский, который нафантазировал себя о Гоголе, бог весь что, с облегчением выдохнул, и он в своих воспоминаниях указывает, это был тот Гоголь, которого я представлял, читая «Вечера на хуторе Близди Каньки» и «Миргород». То есть каких-то предпосылок, каких-то конкретных доказательств считать Гоголь сумасшедшим у нас, естественно, нет. И вообще, тема сумасшествия в литературе очень ярко была освещена в XIX столетии. Можно вспомнить Петра Яковлевича Чаодаева, ситуацию с ним. Ну, если говорить о Чаодаеве, то когда он издал свои философические письма небезызвестные, то это произведение тоже вызвало бурю различных толков, и фактически государственным указом Чаодаев был объявлен сумасшедшим. Уже один пример. Ещё стоит вспомнить ситуацию со стихотворением «Смерть поэта Лермонтова». И в данном случае, конечно, красноречивы слова Николая I, который, во-первых, указывал, что нужно проверить его бумаги, а во-вторых, отправить к нему специалиста-врача, посмотреть, не помешался ли он. То есть очень часто писатели воспринимались как люди не от мира сего, которые могут что-то сказать именно из-за отсутствия явного психического здоровья. Но вообще тема сумасшествия, конечно, тоже бесконечная в отношении Гоголя. В дальнейшем стали появляться самые разнообразные издания на эту тему, связанные с так называемой фотографией. Вот, например, психиатр Чиш выпустил книгу «Болезнь Гоголя», и достаточно любопытно он рассуждал о том, почему Гоголь предпринимал те или иные действия. Мне понравилась одна деталь в этой книге. Когда Чиш рассказывает про посещение Гоголем Германии, то он, в числе прочего, указывает, что Николаю Васильевичу не очень понравился город Любек. Какой вывод делает Чиш? Гоголь не прав, пишет он. Я-то был в Любеке, поэтому я видел, что город просто превосходный. Так что вопрос, конечно, очень спорный, очень странный, и о нем можно много повторить, говорить. Ну да, мне кажется, что тут просто в годы советской власти для того, чтобы убрать тему православия, его духовных исканий, вот тоже немножко педалировали вот это. Ну типа, в принципе, человек, который ищет Бога, он нормальным быть не может. И мне кажется, здесь они об этом тоже, на это тоже упирали. По поводу, кстати говоря, мертвых душ, вот вы упомянули, что ему даже приходилось оправдываться по поводу того, что вот в этом томе он описал то, каким не надо быть, а вот собирался писать идеальных. А как по мне-то, там очень живые персонажи, очень живые. И если честно, сейчас вот живешь, и вот многие, кого я лично даже знаю, помертвее будут, чем мертвые души Гоголь. Потому что на самом деле настолько потрясающие, на мой взгляд, и очень современные персонажи, что иногда даже это выглядит таким живым, как будто бы написано было буквально вчера. Да, и безусловно, как раз это такая, наверное, школьная точка зрения, что вот условные крестьяне из этих ревизских сказок, они живые, а помещики мертвые. Конечно, если мы посмотрим на сами образы, на того же Плюшкина, на Манилова, хоть Гоголь указывает, что живут они неправильно во многом, но мы в них можем поверить. И вот в этом и как раз была особая сложность. Потому что в дальнейшем, когда во втором томе мертвых душ до нас дошли некоторые наброски, Гоголь попытался изобразить уже такого персонажа более положительного, откупщика Муразова, который, во-первых, и был очень богатым человеком, миллионером, который честно заработал все свои средства, который вместе с этим всячески поддерживал крепостных крестьян, заботился о нем, всем раздавал мудрые советы, в том числе генерал-губернатор к нему прислушивался, и даже Чичикову он практически сумел доказать, что тот живет неправильно, что те аферы, которые он совершает, это просто непростительно и недопустимо. Но, как мы понимаем, в такого героя гораздо сложнее поверить, чем в того же Плюшкина из первого тома «Мертвых душ», и поэтому, естественно, это могло стать камнем преткновения, что герои выходили не такими живыми, не такими яркими. И, может быть, оба раза, потому что Гоголь после первого сожжения пытался восстановить второй том «Мертвых душ», возможно, у него, опять же, не получилось этих героев сделать столь же яркими, как в первом томе. Ну, а что касается персонажей, то современники рассказывали, что у Гоголя была идея, например, Плюшкина в итоге сделать священником, то есть у него имелась возможность тоже свою душу спасти. Традиции с Сергеем Михеевым Это программа «Традиция» Сергей Михеев, и у нас гость в студии Даниил Рясов, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник музея Дом Николая Васильевича Гоголя. И мы вспоминаем о нашем бессмертном классике, которому в этом году исполнилось 215 лет, который, так сказать, юбилей мы отмечаем. И вот вы как раз закончили на том, вернее, мы так прервались на том, что Гоголь пытался восстанавливать второй том, а вот это его самокритичность, да, такая, его, видимо, очень, такое, так сказать, очень тщательное отношение к тому, что он делал. Видимо, это было причиной того, что он сжигал. Насколько я понимаю, он вообще часто сжигал рукописи свои. То есть он пытался достичь в этом какого-то совершенства, то есть настолько он к этому ответственно относился. Безусловно, возможно, в этом и кроется тайна сожжения второго тома «Мёртвых душ», хотя здесь есть разные совершенно версии. Многие из тех, кто слышал чтение глав второго тома, которые не дошли до нас и были, вероятно, сожжены, говорили о том, что достоинства их литературные были очень высоки, но, опять-таки, это были точки зрения сторонних наблюдателей. Здесь мы говорим именно о самом Гоголе, и, опять же, можно вспомнить высказывание писателя из книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Замечательно, есть у него там статья о том, что такое слово. И приведу как раз цитату из неё, которая красноречиво характеризует самокритичность писателя. «Обращаться словом нужно честно, оно есть высший подарок Бога человеку, и беда произносить его писателя в те поры, пока не пришла ещё в стройность его собственная душа, иначе из него такое выйдет слово, которое всем опротивеет, и тогда даже с самым чистейшим желанием добра можно произвести зло». И как раз-таки возможно, что Николай Васильевич, помня об этом принципе, ни в коем случае не желал своим словом произвести то самое зло и вводить читателя в заблуждение несовершенным с его точки зрения текстом. Может быть, как раз поэтому он и решил сжечь второй том «Мёртвых душ». Но о сожжениях он, в принципе, говорил следующее. «Боже, сколько я перестрадал, сколько я пережёг». Есть у него такая замечательная цитата. И сжигал он далеко не только второй том «Мёртвых душ», но и другие свои тексты. Как-то пробовал вести дневник. Его спросили, почему он не ведёт дневник. «Да я как-то начал», — ответил Николай Васильевич. Да, подумав, сжёг, потому что ничего полезного в таком тексте просто-напросто не было. Ну, ещё достаточно занятная история произошла с Василием Андреевичем Жуковским. Когда Гоголь как-то раз пришёл к нему, это дело было во Франкфурте, Василий Андреевич как раз-таки плотно пообедал, а Гоголь принёс свою пьесу, трагедию, и попросил Жуковского послушать, ну, чтобы оценить получившееся произведение. Гоголь начал читать, а Жуковский так получилось, что просто заснул. И когда он очнулся, не очень довольный Гоголь сидел напротив, Жуковский стал оправдываться. «Прости, брат Николай Васильевич, вот задремал». «А коли задремали», — сказал ему Жуковский, — «то можно и сжечь её». И бросил свою пьесу в камин. Поэтому было два пути, в принципе, для Гоголевских текстов. Либо избавиться от сочинения и его уничтожить, и забыть о нём. Либо, произведя сожжение, начать всё с чистого листа и восстановить произведение в лучшем виде. Недаром после сожжения второго тома, ну, там, правда, есть, конечно, различные версии, нельзя точно говорить, что именно второй том «Мёртвых душ» был сожжён Гоголем в ночь с 11 на 12 февраля 1952 года. Но граф Толстой, владелец усадьбы, где как раз проживал Гоголь, сказал ему, будьте спокойны, и прежде вы сжигали всё, а потом у вас выходили тексты гораздо лучше прежних. И, возможно, если бы у Гоголя было время, он бы восстановил это произведение. Но, к сожалению, через 10 дней буквально после этого сожжения Николай Васильевич скончался. Увы, отмеренно ему было только 42 года. По поводу текста, он может показаться местами старомодным, но, мне кажется, как раз вы сказали, что он очищально относился к этому. Мне кажется, его стиль и само слово просто филигранное. То есть там вот эта филигранность сочетается с живостью. Чем мне лично он нравится? То, что там много жизни, но при этом сам по себе текст почти идеален. Иногда идеально не сочетается с жизненным. То есть форма замечательная, а жизни нет. А здесь как раз невероятное сочетание вот этой жизни и филигранности, и что меня лично еще подкупают просто по жизни, это чувство юмора. Оно настолько глубокое, настолько острое, настолько, так сказать, ну не знаю, местами и доброе, как бы и светлое. При всем при том, что, видимо, ну, по крайней мере, как мы понимаем, человеку был такой непростой в общении. Да, действительно, что касается вопросов общения с Гоголем, то современники некоторые отмечали его якобы нелюдимость. Но тоже приведу небольшую историю. Однажды Гоголь ехал в дилежансе, и, подородясь, с ним тоже путешествовал попутчик, господин Пейкер, офицер, насколько я помню. И он услышал, что едет рядом с ним известный знаменитый писатель Гоголь. И он его осторожно стал спрашивать, вот точно тот Гоголь? Но Николай Васильевич, не подав виду, сказал, что нет, он не Гоголь, он некто Гогель, круглая сирота, печальную историю придумал прямо на ходу, и попутчик от него отстал. Потом, правда, они встретились на некоем мероприятии, и конфуз произошел, потому что общие знакомые, конечно, подтвердили, что это Гоголь, а никакой не Гогель. Но и Гоголя здесь можно понять, потому что он все-таки понимал, что если отвечать на все вопросы попутчика, то придется рассказывать и о творческих планах, и, в общем, вся дорога превратится в достаточно такое длительное, скучное путешествие, и Гоголь просто от своих мыслей вынужден будет уйти вот в эту нежелательную беседу. Но, опять же, возвращаясь к языку, вот к этому сложному вопросу, то, во-первых, действительно язык Гоголя по-настоящему уникален, он очень ярок. В нем есть повторы всевозможные, но в том-то и дело, что эти повторы, они очень органично вплетены в текст, они все абсолютно намерены. Какие-то просторечия, которые, безусловно, оживляют язык, в том числе мертвых душ. И что касается юмора Гоголя, то это, естественно, одно из самых ярких проявлений его творчества. То есть здесь, конечно же, вспоминается прекрасная комедия «Ревизор». Причем Гоголь о «Ревизоре» говорил так. «В «Ревизоре» я решил собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, которые наблюдаются у нас в тех местах и в тех случаях, где более всего требуется от человека справедливости и за одним разом посмеяться над всем». То есть главная цель Гоголя в «Ревизоре» была в том, чтобы показать людям их пороки, чтобы они на сцене, как в зеркале, увидели самих себя. Но в том-то и дело, что смех, такое легкое, может быть, к этому отношение, нивелировало бы эти ужасы, которые он показывает, и человек легче бы принял себя и изменился бы в дальнейшем. Но что касается именно языка, отношения Гоголя к языку, то не могу, опять же, не процитировать фразу Гоголя. Вот как раз о крылатых выражениях я уже немного говорил. Прекрасные совершенно слова, которые, наверное, можно в один ряд поставить с стихотворением в прозе Тургенева. Вот как звучит эта цитата. «Необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких. Он беспределен и может обогащаться ежеминутно». То есть мы видим, что отношение Гоголя к слову, к русскому слову, было очень почтительным. И, безусловно, он в данном случае продолжал традицию Александра Сергеевича Пушкина, который очень почитал, и, как и Пушкин, также обогатил русскую речь, русский язык. Кстати, если вот коротко, они были знакомы? Да, конечно, в интернете, в различных источниках их общение преувеличивает. Якобы они были чуть ли не лучшими друзьями. Естественно, здесь и Даниил Хармс вспоминается с его небольшими миниатюрами, как Пушкин. Споткнулся об Гоголя, о Гоголя, об Пушкина. Но знакомство, безусловно, было. Состоялось оно в мае 1831 года при посредничестве Жуковского и Петра Плетнева, тоже людей непоследних и людей, важных для русской литературы, безусловно. И общение проходило в разных форматах. То есть Гоголь летом того же 1931 года с Пушкиным общался, начал переписку. И, как сам Гоголь утверждал, по крайней мере, именно Пушкин подарил ему идею ревизора и поэмы «Мёртвые души». О чём я хотел сейчас вас спросить, да? Русский язык, Гоголь, «Вечеря на хуторе близ Диканьки», «Малороссия» и всё такое прочее, да? Так как я всё-таки занимаюсь политикой, в первую очередь, то не могу не задать этот вот, может быть, местами пошлый, но тем не менее вопрос, который периодически поднимается. Так вот Гоголь-то, он вот русский писатель или украинский? Для меня лично ответ очевиден, но тем не менее. Ну, безусловно, Гоголь это, как и часто говорят, и абсолютно правильно говорят, велитий русский писатель. Все произведения его написаны на русском языке. И переписку он тоже вёл на русском языке, насколько я помню, чтобы всё-таки не соврать. Ну, одна какая-то бытовая записка у него имеется на украинском языке. Но самые главные письма, написанные матушке любимой, они тоже все написаны именно на русском языке. Безусловно, малороссийскую культуру Гоголь тоже очень ценил. И «Вечера на хуторе близ Диканьки» тому подтверждение. Слова, которые он выбрал для своего текста, вот эти слова, они всякому понятны, да? Которые были нужны для того, чтобы передать национальный колорит, они тоже отчасти обогатили наш язык. И Гоголь, конечно же, по-русски говорил с самых ранних лет, хотя и малороссийский язык тоже, безусловно, знал дома. Часто на нём говорили. Но и обучение в гимназии велось именно на русском, и вся официальная документация была, и, что самое главное, переписка. Поэтому, конечно, русский язык, вот та цитата, которую я привёл о необыкновенном нашем языке, всё это говорит о большой любви Гоголя именно к русскому слову. И он, в принципе, даже считал, что стоит как раз и многим малороссиянам писать по-русски. Ну вот, например, Григорий Петрович Данилевский такую цитату тоже приводит. «Надо писать по-русски, надо стремиться к поддержке и упрощению одного ладычного языка для всех родных нам племен». Ну, это, правда, тоже, конечно, не в передаче другого лица фраза, но, тем не менее, во многом Гоголя также характеризует. Вот, но если немножко о вечерах на хуторе Близди Каньки сказать, то тоже не могу не затронуть одну любопытную тему. Как раз-таки мы её немного пропустили, но, тем не менее, ещё в этом замечательном цикле повестей, безусловно, проявляется вот эта духовная тематика, духовность, о чём я уже немного говорил, мы на примере «Мёртвых душ» эту деталь затронули, но, тем не менее, очень часто к Гоголю вопросы возникают. Всё-таки, как же так? Человек глубоко верующий пишет про всякую нечисть. И не только вечера. Да, конечно, да, но в вечерах она вот именно ярче всего проявляется, явно, то есть представлены нам настоящий чёрт, настоящая ведьма, колдун, далее это уходит в некую такую эфемерную плоскость, и вроде бы есть нечистая сила, вроде бы нет, вроде это сон, но вот в вечерах как раз человек сталкивается с нечистой силой, есть жанр такой «былички», это, собственно говоря, фольклорный жанр, повествуют такие произведения как раз-таки о встрече простого человека с нечистой силой, с нечистью, в которой рассказывающий, безусловно, верит. И многие тексты вечеров как раз по этому принципу и построены. Ну вот ряд примеров, опять же, хочу привести, которые показывают, что в вечерах на хуторе близ Диканьки тоже Гоголь духовную проблематику затрадивала, что эти вроде бы такие лёгкие, отчасти забавные, весёлые тексты, они также несут в себе некий нравственный урок, который Гоголь хочет донести до читателей. Но кузнец Вакула, например, летит на чёрте из Диканьки в Санкт-Петербург, такой перелёт совершает, и сразу вопрос, а как же так? Вроде бы он показан как человек, самый верующий во всей Диканьке, самый такой благонадёжный, благовоспитанный, который постоянно ходит в церковь и даже выполняет функции человека, который расписывает эту церковь. Но современники Гоголя, конечно, видели здесь некую параллель, параллель с житием святого Иоанна Новгородского. Он на бесе летал в Иерусалим, и, естественно, святой свою душу не утратил, он подчинил нечистого, и тот ему ничего не мог сделать. Ну и Вакула тоже грозится, чёрт перекрестить, а когда уже черевички он получает и возвращается обратно в Диканьку, то он наказывает нечистого ударами хворостины, и, что, кстати, важно, ещё выдерживает церковное покаяние. То есть он нечистой силы не боится, и христианин должен так и относиться к ней. И в противовес как раз Вакуле стоит вспомнить Хаму Брута из «Повести Ви». Это уже цикл «Мирград», более позднее, сложное такое проработанное произведение. И вот как раз Хама Брут показан как человек, несмотря на свой статус, философ, человек, который обучается в духовной семинарии, он как раз нечистую силу действительно боится и применяет как раз совершенно неэканоничные методы борьбы с ней. Что он должен делать? Должен три ночи прочитать книгу, отчитать усопшую паночку, даже несмотря на то, что она ведьма, но вот в этом и состоит его цель. Однако он рисует круг, это некий даже оккультизм. Хотя здесь, конечно же, есть параллели с народными сказками, где тоже подобные круги персонажи вокруг себя рисовали, спасались, и, как правило, в сказках для них всё оканчивалось хорошо. Но, тем не менее. Далее Хама Брут твердит молитвы как попало. И это тоже красноречивая деталь, ну и в довершении всего произносит он всевозможность заклинания. То есть это полный отход от церковного канона, и ведь не Ви его в итоге убивает, а то, что он испугался, его дух из него в финале вылетел именно от страха. И в конце, когда вспоминают Хаму его товарищи, они говорят, что Хамата в итоге побоялся, а если бы не побоялся, то ничего бы с ним плохого не случилось. Так что и в этих текстах, которые, казалось бы, пропитаны каким-то мистицизмом, всё равно есть духовный урок для читателей. — Да, видите, в Киевской Бурсе уже тогда были проблемы, которые, в том числе, мы сейчас разгребаем. У нас осталось не так много времени. Если можно, расскажите немного о музее, доме Николая Алексеевича Гоголя, где вы как раз старшиновышим сотрудником являетесь. Потому что всё-таки, мне кажется, интереса к этому писателю его много, но освещений недостаточно. И даже в школе мёртвым душам посвящён сейчас всего лишь один час. Я не знаю, что там за один час можно понять, но тем не менее. — Да, большое спасибо за вопрос. Действительно, наш музей дома Гоголя, он посвящён уже последним годам жизни и творчества писателя. В этом доме, в старинной дворянской усадьбе Гоголь проживал с 1848 по 1852 год. Там ему были предоставлены комнаты. Он жил там как дорогой гость владельцев усадьбы. Граф Александр Петрович Толстов и его супруги Анны Георгиевны. Николай Васильевич всегда имел возможность остановиться в этих комнатах. Конечно, он уезжал к матушке, он желал её повидать. Иногда к своим друзьям ездил в гости, посещал Оптину пустынь. Но неизменно всегда он возвращался в этот дом. И, разумеется, там прошли в том числе последние дни его жизни. Николай Васильевич совершил там то самое роковое сожжение своих рукописей. Это произошло, если смотреть на фасад дома, с правой его стороны, в тех как раз самых комнатах, которые ему были предоставлены. Ну и, как я уже говорил, как считается, именно второй том был сожжён, хотя спорят исследователи. Может быть, какие-то другие тексты были писателям уничтожены. Но это уже вопрос для отдельного разговора. И, естественно, о мёртвых душах мы там ведём детальный, подробный разговор. Потому что просто так рассказать о сожжении — это только полдела. Нужно обязательно историю поэмы нашим гостям продемонстрировать. О том, рассказать, как произведение проходило цензуру. Это тоже отдельный увлекательный вопрос. Почему оно называлось в XIX веке не просто «Мёртвыми душами», а несколько иначе? Название было двойное — «Похождение Чичкова» или «Мёртвые души». Дело в том, что вообще фраза «Мёртвые души» — это придумка Николая Васильевича Гоголя. И вот тех несчастных крестьян из поэмы «Мёртвыми душами» никто не называл. Были специальные термины, понятия, ревизские души, убылые, беглые души. И вопросы были к Гоголю, в том числе и у цензоров. Как же так? Душа же не может быть мёртвой. Значит, автор выступает против бессмертия души. Но, повторюсь, обо всём об этом мы ведём рассказ в нашем музее. Можно записываться на экскурсии. И неизменно о «Мёртвых душах» мы подробно говорим. И, кстати говоря, о «Квамедии ревизор» тоже. Потому что в нашем доме прошло последнее публичное чтение Гоголем этого произведения. Гоголь был блестящим артистом и прекрасно умел представлять свои тексты. В том числе «Ревизора» он прочитал. И больше после этого таких встреч, к сожалению, уже не устраивал. Буквально ещё несколько секунд у нас есть. Где находятся музеи и как в него попасть? Музей находится в районе Арбата на Никитском бульваре. Это как раз недалеко от метро Арбатского. Адрес Никитский бульвар, дом 7А. Можно посмотреть на нашем сайте «Контакты» и связаться с справочным отделом. Сотрудники обязательно могут записать гостей на экскурсию. Ну и, конечно, предусмотрено свободное посещение. Можно воспользоваться аудиогидом, который даже скачать, возможно, на свой телефон. Так что все удобства для посетителей у нас имеются. Ну, я призываю всех слушателей попробовать посетить музей, постараться. Ну и, как минимум, если даже с музеем не получится, читайте Николая Васильевича Гоголя. Это просто сокровище, на мой взгляд, русской словесности. Ну и, кроме всего прочего, очень современно. Это была программа «Традиция». И в гостях у нас был Даниил Рясов, кандидат филологических наук и старший научный сотрудник музея «Дом Николая Васильевича Гоголя». До новых встреч! Традиции